Всем, кто не представляет своей жизни без смартфона, но переживает, что слишком часто отвлекается на гаджет во время вождения, корейский дизайнер предлагает третий глаз. Так называется модный девайс, который необходимо надевать на лоб. Устройство оснащено ультразвуковым датчиком, задача которого следить за дорогой, пока хозяин занят, и подавать сигнал, если на пути возникнет препятствие. Это самая полезная программа, и я, Владимир Щеглов. Смотрите прямо сейчас. Гель для мытья посуды, жидкость для чистки стекол и зеркал и антибактериальные салфетки. Как с помощью этих подручных средств отмыть стекла и кузов машины от налипших насекомых? И все ли эти народные рецепты одинаково эффективны? Тестируем популярные автолайфхаки. Как избавиться от статического электричества в машине? Почему не все заземлители работают? И как сделать антистатик из обычного ключа зажигания и кондиционера для белья? Выбираем электроножовку. Какой инструмент быстро и качественно распилит бревно, металлическую трубу и даже кирпич? Что делать, чтобы получить идеально ровный срез? Раскрываем секреты профессионалов. А также тестируем дешевый и дорогой инструменты и выясняем, есть ли смысл переплачивать. А также, как с помощью обычного полиэтиленового пакета сделать походный душ и починить кран? Смотрите прямо сейчас на РЕН-ТВ. Ого! Какой жирненький! Теперь я понимаю, почему некоторые автолюбители летом в бачок стеклоомывателя добавляют жидкость для мытья посуды. Обычной водой такие пятна и разводы не убрать. Но прежде чем воспользоваться этим лайфхаком, нужно очень точно рассчитать количество моющего средства. Иначе может получиться вот так. Тут главное не переборщить. Ну а что делать, если моющего средства совсем не оказалось под рукой? На этот случай у опытных автомобилистов тоже есть несколько лайфхаков. И мы сейчас узнаем, какой из них самый эффективный. Поможет нам в этом специалист по уходу за автомобилями Виктор Платонов. Он считает, после долгой дороги машину нужно сразу отправлять на мойку. Иначе налипшие на кузов насекомые могут испортить лакокрасочное покрытие. Лак нагревается. Нагреваются, соответственно, те загрязнения, которые попадают на него сверху. И за счет того, что лак, он такой достаточно, будем говорить, полистый материал, да, то все это, все эти загрязнения, в том числе насекомые, они попадают внутрь достаточно глубоко в верхний слой лака. И очень сильно объедаются. Отмыть это крайне тяжело. Проведем эксперимент и попробуем отмыть не только кузов, но и лобовое стекло. Используем самые популярные подручные средства. Гель для мытья посуды, жидкость для чистки стекол и зеркал, и антибактериальные салфетки для рук, и специальные автомобильные, а еще антискотч. Это средство применяют для удаления этикеток и следов клея с поверхности. Состав у него почти такой же, как у профессиональной автокосметики. Но при этом стоит он прилично дешевле. Он также удаляет маркеры фломастера. Скорее всего, средства содержат действительно агрессивные растворители, поэтому действовать нужно обязательно аккуратно. Но для испытаний наш автомобиль слишком чистый. Мы решили это исправить. Взяли страйбольное ружье и кормовых сверчков. Скорость вылета этого сверчка будет равна порядка там нескольких десятков, даже приближенных к 100 км в час. ГРАЗ именно та скорость, которая у нас на трассе. Первый проверяем жидкость для мытья стекол и зеркал. Наносим ее на тряпку из микрофибры. Еще немного средства на капот. С салфеткой, с этим средством и вообще с любым другим не нужно тереть, потому что остатки насекомых могут поцарапать партия с лакокрасочного покрытия. Легкими протирающими действиями мы убираем следы от насекомых. Но на деле отмыть сверчков оказалось не так-то просто. Средство для мытья стекол и зеркал не справилось с пятнами от насекомых на лакокрасочном покрытии. Если пройдет больше времени и будет температурное воздействие, то, скорее всего, результат будет еще хуже. Зато жидкость хорошо отмыла следы от сверчков с лобового стекла. Правда, пришлось стереть уже намного сильнее. А вот гель для мытья посуды показал совершенно противоположный результат. Он плохо справился с пятнами на стекле. Зато отмыл всю грязь на капоте. Средственность для мытья посуды мы можем использовать в лакокрасочном покрытии за счет, опять же, того, что оно показалось более эффективным и за счет того, что оно более лабрицирующее, то есть более скользкое. И у нас меньше шансов поцарапать партия. Теперь проверим, как с этой задачей справится антискотч. Несмотря на схожий с профессиональной автохимией состав, жидкость оказалась бессильна против въедливых пятен. На капоте и на лобовом стекле полно следов от насекомых. Я, честно говоря, даже прикладываю усилия, но картина практически не поменялась. Ореол этого следа еще виден достаточно хорошо, а здесь след практически не изменился, и все мелкие части остались на месте. Вот. Зато стекло покрылось явной мутной пленкой. То есть в данном случае они мало того, что неэффективны, так еще и, к сожалению, может быть и небезопасны. Настала очередь протестировать влажные салфетки, антибактериальные и автомобильные. Главное их отличие от обычных гигиенических – в составе их пропитки есть спирт. А значит, они должны эффективно убирать пятна и разводы. Но это в теории. А что же на практике? Разводы не оставляют, но я бы все равно после протер бы. Возьмем, опять же, микрофибровую салфетку сухую. Салфетки прекрасно справились с загрязнениями и отмыли пятна от насекомых. При этом особой разницы после автомобильных и обычных для рук наш эксперт не увидел. Средства на основе спирта очень хорошо справляются с загрязнениями, органическими загрязнениями, остатками и следами от насекомых. Справляются на любых поверхностях, на лаке, на стекле. Я думаю, что с пластиком они справятся тоже неплохо. Я имею в виду какие-то решетки, бампера и так далее. Наш эксперимент показал. Отправляясь в дальнюю дорогу, не забудьте закинуть в бардачок пачку влажных салфеток на спиртовой основе. С их помощью можно не только эффективно удалить следы от насекомых на кузове, фарах и стеклах автомобиля, но и при необходимости обработать руки и продезинфицировать все поверхности в салоне. Ай, опять током ударило. Рано или поздно с такой проблемой сталкивается каждый водитель. Вроде пустяк, но это только на первый взгляд. Если в машине по какой-то причине скопится большое количество паров бензина, то от этой маленькой искры может произойти воспламенение. По такому принципу работает любая зажигалка. Но как обнаружить источник проблемы и быстро, а главное, без лишних затрат, избавиться от статического электричества, расскажем в нашем следующем сюжете. Гигантский столб огня, летающие цисцерны с топливом и десятки пострадавших. Это кадры недавнего взрыва на новосибирской автозаправке. Чтобы ликвидировать пожар, спасателям потребовались целые сутки. Причиной трагедии, по словам экспертов, стало статическое электричество. Один из посетителей заправки не позаботился о том, чтобы заземлить свой автомобиль. Статическое электричество накапливается на поверхности машины незаметно. В основном во время движения, когда пыль и песок трутся о кузов автомобиля. Причем чаще всего разряд возникает в сухую погоду или при сильном ветре. Дело в том, что кузов состоит из куска металла, я очень условно говорю, ну штампованный, который идеально проводит и накапливает заряд. Если наберется огромное количество электронов, то они вполне могут потом разлиться спонтанно. Не в поездке, так на вас или на пистолет топливный. Но иногда получить удар током можно и из-за неисправности проводки. Чаще всего такая проблема возникает после кустарного ремонта, замены фар, подключения парктроников или установки новой аудиосистемы. В дверях есть жгуты проводов. Чаще всего они перетираются на водительской двери, из-за того, что ей пользуются больше, чем остальными. Во время открытия и закрытия двери, перебитые провода могут пробивать на массу, вследствие чего вас ударит током. Если автомобиль бьет током не только после поездки, но и во время движения, нужно срочно отправляться в автосервис. Даже слабый разряд может привести к тому, что водитель потеряет управление. В случае короткого замыкания на массу вас может ударить током, если у вас в автомобиле есть металлические накладки в салоне. Они могут быть на руле, на коробке передачи. Последствия могут быть самые печальные. Может случиться дорожно-транспортное происшествие. Если проводка исправна, значит виной всему статическое электричество. Эту проблему вполне можно решить самостоятельно. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил при выходе из машины. Чтобы не получить удар током, выходя из автомобиля, одной рукой возьмитесь за кузов, поставьте ногу на землю. Таким образом вы снимете электростатическое напряжение, выходя из автомобиля. Вам не будет больно. Но все время повторять такой ритуал неудобно, а когда кузов грязный, еще и неприятно. Опытные автолюбители в таком случае цепляют к машине пару резиновых полосок, так называемые заземлители. В советское время такие можно было увидеть чуть ли не на каждом автомобиле. Если посмотреть на противоположный конец этой полосы заземлителя, антистатической, то можно увидеть маленький кусочек проволоки, который постоянно касается при движении автомобиля поверхности асфальта, земли, грунта. И тем самым он передает заряд поверхности земли. То есть вызывает непрерывное постоянное стекание заряда. И машина как бы оказывается постоянно непрерывно заземленной. Чтобы наглядно показать, как это работает, Антон Рыженков устроил небольшой опыт в своей лаборатории. Поставил перед собой генератор Ван-де-Графа. Этот прибор каждый видел на уроке физики в школе. Он вырабатывает статическое электричество. Все, что нужно, прикоснуться к сфере генератора проволокой. Если искра не появится, значит устройство работает. Заряд полностью стекает, искрового разряда не возникает. То есть, да, она снимает избыточный электрический заряд с корпуса, с кузова автомобиля. Но чтобы заземлитель работал, его нужно окрепить на металлическую деталь, предварительно очищенную от грязи и краски. Если повесить его на пластиковый бампер, пользы от этого антистатика не будет. Еще один минус. Резиновые полоски портят внешний вид автомобиля. Не каждый водитель согласится на такой апгрейд. Специально для таких автолюбителей на рынке появились брелоки-антистатики. Пользоваться устройством просто. Нужно взять брелок за металлическую часть и приложить наконечник к любой металлической поверхности автомобиля. Через пару секунд на антистатике замигает индикатор. Это значит, что прибор сработал и можно спокойно садиться в машину. То есть он на конденсаторе накапливает заряд раз, а потом его накопленный заряд расходует, переводя в свет. Он снимает заряд, который накопился на корпусе машины. Но Антон уверяет, точно такого же результата можно добиться и с помощью обычного ключа зажигания. Правда, чтобы способ сработал, важно держать его рукой не за пластиковую, а за металлическую часть. Но что делать, если статическое электричество скопилось не на кузове, а внутри машины? Чем обработать салон автомобиля? И как в домашних условиях приготовить эффективный антистатик? Все секреты через пару минут. А также... На что способна обычная электроножовка? Как с ее помощью разделать мясо, распилить металлическую трубу и сделать проем в кирпичной стене? И почему специалисты рекомендуют взвешивать инструмент перед покупкой? Чем и как удалить известковый налет с бытовой техники и посуды? И могут ли обычный уксус и лимонная кислота заменить в профессиональные средства от накипи? Мука, крахмал и фруктовый сироп. Что еще добавляют в мед недобросовестные пасечники? Почему антибиотики в этом продукте – это хорошо? Где безопаснее покупать мед? В магазине или на рынке? И зачем покупателю знать, из какого материала сделаны ульи? Как за полчаса собрать целую корзину опят, лисичек и боровиков? И для чего опытные грибники берут с собой в лес телескопическую палку, малярную кисть и ультрафиолетовый фонарик? Смотрите прямо сейчас на РЕН-ТВ! Конец августа, начало сентября считается самым грибным временем года. В российских лесах полно лисичек, подосиновиков, боровиков и опят. Собирать их – одно удовольствие, но бывалые грибники знают, как не только ускорить этот процесс, но и сделать его еще более приятным и эффективным. Виктор Скрынников из Московской области ходит в лес со специальной загребалкой. Этот гаджет он придумал сам. Сделал его из куска металла и телескопической палки. Значит, вот эта вот галочка – это как бы снимать опята с деревьев. То есть палка у него телескопическая, он выдвигает ее там на сколько она? На два с половиной метра. И вот это соскребать можно опят с деревьев. Вдобавок к этому умелец припаял к загребалке небольшие грабли. Ими удобно срезать грибы с земли, не нужно наклоняться. Раз. Опа. Ну-ка. Есть. Есть, вот он. Поднял. Поднял. О, отлично. Снимаешь. Хе-хе-хе. Опенок. Опенок. Ножом тросу подрезал. Ага. Смотрел и в корзинку. А вот Андрей Серпуховы считает. Важно не только собрать как можно больше грибов, но и сразу очистить их от грязи. Для этого грибник предлагает брать с собой в лес обычную кисточку с жестким ворсом. Для удобства Андрей отпилил у нее рукоятку и просверлил у основания небольшое отверстие. Через него продел шнурок. Так гаджет никогда не потеряется. Можно завязать на руку, положить в карман, завязать на руку, привязать к ручке корзинки. То есть сделать, допустим, продеть вот так вот. А вот Сергей Чуприков из Калининграда за грибами ходит исключительно ночь. Причем с собой он всегда берет только корзинку и ультрафиолетовый фонарик. Дело в том, что в таком свете ножки грибов светятся ярко-белым цветом. Их легко найти в темноте. Вот высветилась под ультрафиолетом. Беленькая такая вот блеснула под листвой. Так-то оно нифига не видно. Под ультрафиолетом высветилась. Посмотрим, что у нас тут. Вот он, красавец какой. Единственный недостаток такой тихой охоты. В лучах ультрафиолета светятся не только грибы, но и любые предметы белого цвета. Нужно быть предельно внимательными, иначе вместо барабиков в лукошке может оказаться обычный мусор. Брелок, ключ и резиновые полоски антистатики. Эти предметы эффективно снимают статическое электричество с машины. Правда, только в том случае, если оно накапливается на кузове автомобиля. Но эксперты уверяют, так бывает не всегда. Ваша одежда также накапливает на себе статический заряд, особенно если она синтетическая. Обивка салона синтетическая или шерстяные накидки. Все это может привести к сильному удару током. В этом случае специалисты рекомендуют использовать обычный спрей-антистатик, обрабатывать им одежду и сидение машины. В целом, лучше брать той, который рекомендован для салона автомобиля, либо для вашей одежды. Причем наносить спрей нужно еще до того, как сесть в салон автомобиля. Только в этом случае средство сработает эффективно. Одну часть мехового воротника мы обильно опрыскали антистатиком, а с другой ничего делать не стали. И потом обе из них приложили к сфере генератора Вандерграфа. И мы видим, что на одной из них возник заряд. То есть произошло перераспределение заряда. Заряд перетек на мех. Мех зарядился. А на второй ничего особенного не произошло. Только одна бумажка какая-то случайно прилипла. Магазинное средство действительно работает. Но что делать, если антистатика не оказалась под рукой? Эксперты уверяют, его можно приготовить самостоятельно. Для этого понадобится вода и кондиционер для белья в одинаковых пропорциях. Возьмем чистую кипяченую воду, заполним ее вот в наш пульверизатор. И затем добавим кондиционер для белья с антистатическим эффектом. Вот такой. Теперь взбалтываем не менее 10 раз. И проверяем то, как он работает. Обработаем самодельным антистатиком вторую часть мехового воротника. А затем наэлектризуем его от генератора. Ну, тоже парочка бумажечек притянулась. Хотя, конечно, он и не столь удобен, но все-таки работает. Бутылка кондиционера для белья стоит, конечно, дороже баллончика с антистатиком. Около 150 рублей за литр. Но хватить такой упаковки должно как минимум на 50 обработок. Если у вас есть дети, то, скорее всего, вы их перевозите в детском кресле. Стоит обратить внимание на материал обивки кресла. Скорее всего, оно будет тканевым и будет также накапливать на себе статический заряд. Его также нужно обязательно обрабатывать антистатиком. Ведь ребенок вам не сможет сказать, что его бьет ток. Еще одно важное правило – регулярно проводить влажную уборку и химчистку салона. Чем меньше пыли и сухого воздуха будет внутри машины, тем меньше статического электричества накопится на авточехлах и одежде водителя и пассажиров. Знаете ли вы, что у меда есть генетическая память? Якобы, если его разбавить водой и покатать по тарелке вот так, то на дне блюда останутся следы в форме сот. Смотрите, действительно похоже на соты. Именно так пасечники доказывают, что мед настоящий. Ну а что, если я вам скажу, что все, что вы только что сейчас увидели – это обычный фокус. Для того, чтобы на дне тарелки появились ячейки в форме сот, мед вообще не нужен. Такой же эффект даст даже средство для мытья посуды. Видите, тут работают одни и те же законы физики. Главное – крутить тарелку в нужном направлении. Вода закручивает верхний слой более густого вещества вот в такие формы. Но как тогда распознать натуральный мед? Откуда в этом продукте могут взяться антибиотики и канцерогены? И каких видов меда вообще не существует в природе? Садитесь поудобнее, сейчас мы вам все расскажем. Каждая третья банка меда на отечественных прилавках – подделка. Причем чаще всего фальсификат попадает в Россию из Китая. Каждый год на экспорт из Поднебесной уходит около 130 тонн меда. Но только 5% от этого количества – высококачественный натуральный продукт. Остальное – суррогат. Для его производства китайцам даже пчелы не нужны. Достаточно развести фруктовый сироп с красителем и добавить ароматизатор. Алексей Михалев – пчеловод в седьмом поколении. Его предки занимались этим ремеслом 140 лет подряд. Он продолжает их традиции и уверен – хороший мед можно получить только в одном случае – если пчелам не мешать. Любое технологическое действие, которое делает человек с продуктом питания, в частности с медом пчелиным, ухудшает его качество. Пчелы сами строят основу для будущей соты. Это долгий процесс, и чтобы его ускорить, пасечники натягивают на раму специальный материал. По-хорошему, это должен быть натуральный воск. Но он дорогой, поэтому недобросовестные продавцы на вощине часто экономят. Добавляют парафин, добавляют циррозин, добавляют много каких вещей. Циррозин и парафин делают из нефти. Эти продукты могут негативно сказаться на здоровье пчел. То же самое происходит, когда пасечники пытаются сэкономить на материалах для ульев. Домик для пчел из натурального дерева стоит в два раза дороже, чем из пенополистирола. В обычном состоянии он никак не влияет ни на пчел, ни на качество меда. Но в жару этот материал сильно нагревается и выделяет стирол – опасный токсин. Но чаще всего недобросовестные пчеловоды мухлюют самим медом, добавляют в него воду, муку или крахмал. Так можно увеличить количество продукта почти вдвое. А чтобы товар при этом не потерял презентабельный вид, его предварительно растапливают. Ведь большинство покупателей считают, если мед густой и белый, значит в него добавили сахар. Но на самом деле все с точностью да наоборот. Если это севший или кристаллизовавшийся мед, это не означает, что он плохой. Он наоборот самого высшего качества. Так как в нем инвертирование сложного сахара в моносахарат полностью завершилось. А это самые легко усвояемые сахара – фруктоза и глюкоза, которые без переработки поступают в организме в плазму крови. Качественный продукт, по словам экспертов, начинает засахариваться уже через месяц или два после откачки. Исключение – мед из акации и каштана. Только два вида меда, которые длительное время не садятся. Те, которые длительное время могут не кристаллизоваться. Если же зимой вы купили так называемый жидкий донниковый мед, вы на 100% можете быть уверены, что это подделанный или фальсифицированный мед. Растопленный мед опасен для здоровья. Дело в том, что при нагревании часть сахаров превращается в оксиметилфурфурол – сильный канцероген. Это ядовитое вещество может попасть в печень, но помимо этого он попадает и в легкие тоже. И человек может в этом случае себя плохо чувствовать, так как в это время не хватает воздуха, задыхается и так далее. По этой же причине мед, вопреки распространенному мнению, нельзя запивать горячим чаем или добавлять в кипяченое молоко. А вот наличие антибиотиков в этом продукте, наоборот, считается нормой. Пасечники обрабатывают ими ульи, чтобы пчелы не болели. Лечебно-профилактические мероприятия на пасеках должны завершаться за месяц до главного медосбора. Почему? Так как рабочие пчелы развиваются в течение 21 дня, через 9-10 дней они становятся сборщицами нектара, и в этом случае в их организме не накапливаются антибиотики, против которых воздействовал пчеловод, производя лечебно-профилактические мероприятия. Но далеко не все пасечники придерживаются этого правила. Некоторые проводят эту процедуру в самый разгар медосбора. И это негативно влияет не только на качество меда, но и на здоровье человека. Крапивница начинается, да, сыпь выпадает на кожу, ну и, конечно, непереносимость, поднимаются температуры и так далее. Желудочно-кишечный тракт на это реагирует очень сильно. Но как отличить натуральный продукт от подделки? И существует ли облепиховый и боярышниковый мед на самом деле? Или это всего лишь маркетинговая уловка? Расскажем через пару минут. А также... Как распилить металлическую трубу и при этом уберечь себя от искр? И какая электроножовка справится с этой задачей лучше? Бюджетная или от известного бренда? Тестируем и выясняем. Как с большей выгодой для себя наказать производителя некачественных окон? И как вернуть деньги за невозвратные билеты? Полезные советы от юристов. А также... Как с помощью обычного полиэтиленового пакета сделать походный душ и починить кран? Смотрите прямо сейчас на РЕН-ТВ. Подзарядить телефон от рубашки. Не фантастика, а реальность. Ученые из Калифорнийского университета придумали ткань со специальной микросеткой из биотопливных элементов. Они вырабатывают электричество от пота. Ток низкого напряжения попадает в конденсатор. Если подключить к нему гаджет, через полчаса его батарея полностью зарядится. Ускорить процесс можно, если надеть чудо-рубашку в спортзал или на велопрогулку. Правда, есть один минус. Эту одежду нельзя стирать порошком или мылом. Ее можно только прополоскать в воде. Внешне это устройство похоже на ободок для волос. Но на самом деле это гаджет для тренировки мозга. Как только человек надевает его на лоб, десятки датчиков начинают измерять сразу несколько параметров. В том числе и активность головного мозга. Всю информацию девайс передает на смартфон. Мало того, во время сеанса гаджет предлагает пользователю сыграть в особую игру. На дисплее мобильного телефона появляется небольшой шарик. Его нужно перекатить из одного угла экрана в другой. Причем сделать это нужно, не нажимая никаких клавиш. Только силой мысли. Разработчики необычного девайса уверяют, их изобретение помогает активировать мозг, улучшить концентрацию и память. А этот гаджет придется по душе любителям дайвинга и подводной рыбалки. Портативный скутер легко помещается в руках. С его помощью можно быстро доплыть до нужного места и вернуться обратно на берег. Подводный буксировщик может разгоняться до 5 километров в час и погружаться на 30-ти метровую глубину. Устройство оснащено мощным аккумулятором. Его заряда хватает на полчаса. Для тех, кто часто теряет ключи от дачи или гаража, американцы придумали умный навесной замок. Чтобы его открыть, достаточно поднести большой палец встроенному сканеру. Он распознает хозяина по отпечатку. Все, что нужно, не забывать периодически подзаряжать аккумулятор биометрического считывателя. Каждый день сотни тысяч россиян становятся жертвами мошенников, ушлых коммунальщиков, недовросовестных производителей и продавцов. И все из-за незнания законов и своих прав. Самая полезная программа готова это исправить. Наши юристы подскажут, что делать даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Добрый день. У меня вопрос. Поставил пластиковое окно, гарантию обещали 5 лет. Зимой окно померзало, а теперь стало плохо закрываться. Я уже несколько раз звонил в компанию, меня игнорируют, мастера не присылают. Могу ли я обратиться в суд? Спасибо. Вы вправе обратиться в суд, требовать безвозмездного устранения недостатков, безвозмездного изготовления аналогичной вещи или оказания подобной услуги, компенсации потребителю его расходов на устранение возникших недостатков, либо вправе отказаться от договора и требовать возврата всей уплаченной по нему суммы за услугу или товар. Однако, до обращения в суд, я бы рекомендовала подготовить письменную претензию и направить ее изготовителю на адрес, указанный в договоре. Нелишним в такой претензии будет указать срок устранения недостатков. За нарушение срока на устранение недостатков, исполнитель уплачивает пене в размере 3% от стоимости услуги, а если невозможно определить стоимость услуги, то от стоимости всего договора. В случае неисполнения в добровольном порядке требований потребителя, суд, удовлетворяя ваше исковое заявление, назначает исполнителю-изготовителю штраф в размере 50% от присужденной суммы. Как неудобно. Хотел привести деревья в порядок, но обычным инструментом к этим веткам не подобраться. Он слишком громоздкий. Именно для таких случаев была придумана электроножовка. Ее еще называют сабельная пила. Но чтобы инструмент прослужил максимально долго и эффективно, его нужно правильно выбрать. Как это сделать, мы расскажем в следующем сюжете, а заодно и выясним, какая разница между бюджетной электроножовкой и дорогой сабельной пилой от именитого бренда. Бревна, гипсокартон, металлические трубы и даже кирпичи. Все это можно распилить электроножовкой. Это один из самых универсальных инструментов. Его полюбили даже мясники. Им удобно разделывать туши. Еще один плюс. Сабельная пила может пилить даже по кривой траектории. Применяется демонтаж каких-то старых рам. Переговородку можно спокойно отрезать. Дмитрий Филиппов – плотник с 15-летним стажем. Он работает с сабельной пилой каждый день и уверяет, у этого инструмента есть огромное преимущество перед привычной всем болгаркой. Самое главное – им можно работать во взрывоопасных местах. Дело в том, что электроножовка разрезает металл без искр. Причем за один заход она может распилить предмет толщиной 300 мм. У болгарки ход маленький, диск ставится 125-й, там 150-й. Все, у нее ход маленький, распила. Вот, у болгарки. У этой сабельной пилы гораздо ход больше. Дмитрий советует при выборе электроножовки обращать внимание на мощность. Для домашних работ вполне достаточно 600-700 ватт. Больше брать не стоит. Во-первых, это существенно отразится на цене. А во-вторых, чем выше мощность, тем больше вес инструмента. Пилить тяжелой ножовкой те же сучья на деревьях будет уже неудобно. Быстро устанут руки. Все-таки русские люди любят что-то такое брутальное, массивное было. Но работая с таким инструментом, конечно, хотелось бы, чтобы он был тоже легкий. На стоимость электроножовки влияют и дополнительные функции инструмента. Например, опция регулировки хода рабочего полотна. Такой пилой, по словам экспертов, можно разрезать материал любой плотности. Хоть пластик, хоть металл. Но часто в магазинах инструменты с одинаковыми характеристиками продают по разной цене. Мы решили разобраться, есть ли между ними разница. Для этого купили две модели базовой комплектации. Первый образец стоит 3650 рублей, а второй – 6900. Для начала выясним, какой из этих инструментов будет работать быстрее. Посчитаем, сколько деревянных брусков можно напилить нашими электроножовками за 2,5 минуты. Ну, приступаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. А у тебя? Чтобы мне лучше видеть, давай считать мои. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и половинка. Дорогая электроножовка распилила в 2,5 раза больше брусков, чем дешевая. Наш эксперт уверен, секрет успеха этого инструмента в стандартном наборе пилок. У меня полотно крупным зубом, и пилит она быстрее. А у тебя мелкие зубы, и пилит гораздо медленнее. Вот мы торцевой спил. Так. Видишь, как у меня волокна годичные перерезаны, видишь, как крупно? Видишь прямо? А у тебя мелкие. Но производители уверяют, даже самые простые пилки легко справятся со случайным гвоздем. Именно поэтому электроножовки рекомендуют использовать во время демонтажа. Проверим, так ли это. Вкрутим в торец бруса саморез и попробуем распилить эту конструкцию. Ну, поехали. Доставай. Стоит ли продолжать эксперимент? Вот это все, что я смог спилить? Да, и посадил зуби. Всего полвинта, что называется. Вот это да. Спиральку снял чуть-чуть, и все. Даже до стержня самореза не дошел. Пилка бюджетного образца полностью провалила испытания. Полотно разрезало брус, но при соприкосновении с саморезом тут же затупилось и пришло в негодность. Посмотрим, как справится с этой задачей дорогая электроножовка. Так, ты видишь, они все зубы снесены. Да, хлам я бы достал. Ну, я что сделал? Я пропилил деревяшку полностью. Так. Я могу, по сути, если вот так вот взять. Прокрутить ее. Прокрутить. И выкрутить. Да. Электроножовка от известного бренда тоже не смогла распилить саморез. При этом оба инструмента во время испытания не перегрелись и смогли бы работать дольше. Подвели, опять же, неподходящие пилки. Если человек покупает себе сабельную пилу для каких-то демонтажных деревянных частей, то я рекомендую ему сразу взять универсальное полотно. Если он не знает, где там саморезы, гвозди, или еще какие-то могут скрыться там элементы за стенкой, да. Заменить пилку проще простого. Стоит она всего 200 рублей. Куда хуже, если выйдет из строя сама электроножовка. Очень часто работать с этим инструментом приходится на высоте. Он легко может выскользнуть из рук. Проверим наши образцы на прочность. Узнаем, выдержат ли они падение с двухметровой высоты. Ну, внешне без изменений, но посмотри. Ну, самое главное тут, это, естественно, вот этот вот, получается, где крепится пилка, тут ничего не раскололось. По сути, удар весь пришел на вот эту часть и на провод. Но провод тут более изолирован, плотный. Тут ничего не произошло. Как ни странно, дешевый образец выдержал это испытание. Инструмент не треснул и остался в рабочем состоянии. Точно такой же результат показала и дорогая электроножовка. Я думаю, производители учитывают, что иногда у людей могут они упасть. Эксперименты показали. Бюджетные и дорогой фирменные инструменты работают примерно одинаково. А результат зависит не столько от самого прибора, сколько от пилок. В базовой комплектации обоих образцов они стандартные. Поэтому лучше докупить набор универсальных пилок и не переплачивать за саму электроножовку. Как вернуть деньги за невозвратные билеты? И что делать, если интернет-продавец повышает цену за уже оплаченный товар и требует с покупателя доплату? Полезные советы от юристов. Убираем накипь без следа. Как быстро и дешево убрать желтый налет с бытовой техники и посуды? И стоит ли тратить деньги на магазинные таблетки, порошки и спреи? А также, как с помощью обычного полиэтиленового пакета сделать походный душ и починить кран? Смотрите прямо сейчас на РЕН-ТВ. Полиэтиленовые пакеты есть в каждом доме. Большинство россиян не выбрасывают их после похода в магазин, а используют повторно. Например, выносят в них потом мусор на помойку. Но это далеко не все, на что способен обычный пакет. Например, из него можно сделать портативный душ. Он пригодится во время поездки на природу или на дачу, если там вдруг нет водопровода. Когда захочется освежиться, нужно взять так называемый пакет-майку, наполнить его водой и повесить носок. А затем просто сделать в полиэтилене несколько маленьких отверстий острым предметом. Все, походный душ готов. Можно мыться. Полиэтиленовый пакет поможет и в том случае, если в душе появился известковый налет. Рано или поздно он забьет все отверстия в лейке, и тогда ее придется менять. Чтобы не тратить деньги из семейного бюджета, возьмите обычный пакет, налейте в него уксус и опустите туда душевую лейку. А чтобы содержимое пакета не пролилось, его лучше обмотать скотчем или резинкой. Через час достаем лейку из пакета и промываем ее водой. Известкового налета как не бывало. Если машина сломалась в дороге, а перчаток и сменной одежды в багажнике не оказалось, снова выручат обычные пакеты. Их можно превратить в отличные нарукавники. Просто сделайте отверстия, просуньте в них руки, а края пакетов завяжите или зафиксируйте скотчем или резинкой. Теперь можно не бояться грязи и крутить гайки хоть целый день. Одежда останется чистой. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы с семьей собрались в отпуск, но незадолго до этого у нас заболел ребенок. Пришлось нам поездку отложить. За сутки до рейса мы авиакомпанию предупредили, но они отказались нам вернуть деньги, так как сказали, что билеты невозвратные. Скажите, пожалуйста, правомерно ли это? Спасибо. Ваша задача – уведомить компанию до момента начала регистрации. То есть это традиционно за сутки. Если заболел член вашей семьи, естественно, получить документы о том, что член вашей семьи заболел. И это не просто, так скажем, психологическое недомогание, а это действительно какая-то болезнь, которая препятствует полету. Вам эти денежные средства вернут. Эта норма регулируется статьей 108 Воздушного кодекса Российской Федерации. Если вы думаете, что я жду к обеду гостей, то вы ошибаетесь. Ничего не собираюсь все готовить. Просто решил почистить. Нет, не картофель, а чайник. Да-да, картофельная кожура – это отличное средство от накипи. Нужно просто забросить ее в чайник, наполнить водой, довести до кипения и оставить очистки в горячей воде на пару часов. Итак, два часа прошло. Теперь помоем чайник. И накипи, как не бывало. Быстро, безопасно, а главное, никакой химии, чем еще заменить профессиональные средства от накипи. И стоит ли тратить деньги на все эти гели, таблетки и порошки. Убирает накипь без следа. И все это за считанные секунды. Так рекламируют свой товар производители чистящих средств для чайников, кастрюль и стиральных машин. Если жена запланировала генеральную уборку и отправила в магазин за потовой химией, готовьтесь, могут возникнуть проблемы. На прилавках десятки растворов, таблеток и порошков, но далеко не все они эффективны. Достала у меня ситуация с грязным чайником внутри. Решил отодрать ее чем-нибудь, там отковырять, ничего не получилось. Сейчас сходил все-таки в магазин, попробую сначала таким антинакипином. Если это средство не поможет, попробую вот таким вот средством. Сергей Павлов из Сызра не действовал строго по инструкции. Налил в чайник воду, добавил туда чистящее средство и поставил на огонь. Так, прошел час. Посмотрим, что у него там внутри. Ну, судя по всему, пока ничего не происходит. Не стал чайник чище даже спустя три часа. Не помогло и второе, более дорогое чистящее средство. Но чтобы избавиться от накипи, необязательно тратить деньги на разную химию. В сети полно советов, как быстро и просто очистить посуду и бытовую технику подручными средствами. Проверим самые популярные. Уксус, лимонную кислоту, газировку и аспирин. Чистую уксусную эссенцию в чайник заливать не следует. Во-первых, будет испаряться и может вызвать раздражение дыхательных путей. Можно парами кислоты надышаться. Ну и, во-вторых, может повредить металлическое покрытие самого чайника. Высокая концентрация кислоты. Лучше, по словам экспертов, развести уксус водой. На 1 литр 2 столовые ложки 70% эссенции. А вот обычного 6- или 9-процентного столового уксуса потребуется больше – 150 мл на литр. После кипячения с уксусной кислотой чайник заблестел как новый. Раствор отлично справился с задачей и удалил всю накипь. Если накипь застарела, можно оставить эту жидкость в чайнике на 30 минут для полного ее удаления. На очереди лимонная кислота. Ее мы испытаем на другом чайнике с таким же слоем накипи. На литр воды нам потребуется 2 пакетика порошка. Мы видим, что после нагревания лимонной кислоты в чайнике жидкость приобрела желтый цвет. Это говорит о том, что накипь растворилась, и данный накипь содержала соединение железа, которые и придают сейчас раствору желтоватый цвет. Лимонная кислота, она как раз хороша в тех случаях, когда накипь ржавая. Лимонная кислота успешно растворила известковый налет. Чайник блестит, но кандидат химических наук Андрей Дорохов уверен, с застарелой накипью лимонная кислота уже вряд ли справится. В таком случае лучше пользоваться все же уксусной эссенцией. Все эти средства вреда чайникам не принесут, если их вовремя слить. Если, конечно, оставить в чайнике на сутки, то и лимонная кислота может начать разъедать металлическое покрытие. Поэтому, конечно же, очистку следует проводить в течение не более часа, скажем. Следующий на очереди аспирин. В состав этих таблеток входит ацетилсалициловая кислота. По идее, она, как и любая другая кислота, действительно должна растворять налет. Правда, ее концентрация в таблетках настолько мала, что придется использовать всю пачку. Причем лучше, по словам экспертов, брать шипучий аспирин. Бросаем его в третий чайник с водой и начинаем кипятить. Обычные таблетки содержат различные добавки, которые в воде нерастворимы. И только ухудшат ситуацию. Поэтому на пробу мы возьмем именно растворимые шипучие таблетки. Быстро растворимый аспирин в борьбе с накипью оказался бесполезным. Мало того, он даже не справился с желтым налетом. Стекло чайника так и осталось мутным. Даже если бы мы добавили туда две упаковки, то вряд ли что-то изменилось бы, и накипь все равно растворяться не будет. Еще один популярный в народе лайфхак – удаление накипи с помощью газировки. В ее состав входит ортофосфорная кислота. По задумке именно это вещество должно растворить налет. Проверим, так ли это на самом деле. Зальем литр напитка в четвертый чайник и прокипятим. После кипячения сливаем коричневую жидкость и споласкиваем чайник водой. Как мы и ожидали, накипь практически осталась в неизменном состоянии. Чайник не очистился. Мы убедились, далеко не все народные лайфхаки по-настоящему эффективны. Но чтобы избавиться от накипи, тратить деньги на профессиональные средства действительно нет смысла. С этой задачей отлично справляются обычный уксус и лимонная кислота. Главное – тщательно споласкивать после них посуду и бытовую технику. А вот как найти на отечественных прилавках натуральный мед и отличить действительно качественный продукт от подделки узнаем через пару минут. А заодно расскажем, что делать, если интернет-продавец требует с покупателя доплату за уже оплаченные товары. Не пропустите! Здравствуйте! У меня следующий вопрос. Я заказал товар в интернет-магазине. Оплатил его сразу же полностью в момент заказа. Мне сообщили, что товара в наличии сейчас нет и обещали сообщить, как только он появится. Через месяц мне позвонили. Сообщили, что товар на месте, но на него цена выросла, и поэтому предлагают мне сделать доплату. У меня вопрос. Насколько это вообще правомерно? Договор купли-продажи дистанционно считается совершенным с момента того, как человек изъявил волю покупки. В данном случае мы говорим об оплате. Причем, замечу, даже частичная оплата внесения аванса будет считаться завершенной покупкой. И в последующем, даже если товар подорожал, продавец не имеет права требовать доплаты. Эти нормы регулируются Гражданским кодексом 454-я статья. Если вы тоже попали в похожую ситуацию и не знаете, как вернуть свои деньги за некачественный товар или плохо оказанную услугу, присылайте свои вопросы нам. Эксперты самой полезной программы помогут решить любую проблему. Гречишный, липовый, донниковый и каштановый – это самые известные виды меда в России. Но в последнее время популярностью пользуются новые сорта – облепиховый, черничный и боярышниковый. Ведь эти растения большинство являются только пыльценосами. Если и выделяют нектар, его такое мизерное количество, что из него собрать достаточно большое количество для реализации меда, трудно даже себе представить. То есть это информационное заблуждение и информационная фальсификация потребителя. А вот как отличить настоящий продукт от подделки знает Алексей Михалёв – заслуженный пчеловод. Вместе с ним мы купили на рынке банку мёда. Продавец уверял, что он натуральный. Проверим, а заодно сравним его с мёдом с пасеки нашего эксперта. Первое, на что следует обращать внимание при покупке, по словам Алексея, – это цвет. Когда мы смотрим на мёд, мёд должен быть слегка мутноватый. Вот фальсифицированный образец. Мёд имеет кристальную прозрачность. Второй критерий – это густота. У натурального мёда струя не рвётся. Обратите внимание, поднимаю палочку вверх, и струя мёдра стягивается, она тянется, и нет разрыва. И обратите внимание, что происходит внизу, как набегает горка. Вот чем выше горка, тем зрелее и качественнее мёд. Так ведёт себя мёд с пасеки Алексея. А вот со вторым образцом горки не получилось, он моментально растёкся. Это значит, что, скорее всего, его разбавили водой или сиропом. Проверить это можно ещё одним способом. Капнуть немного мёда на кусок белого хлеба и подождать 15-20 минут. Натуральный продукт превратится в сладкую корочку и останется на поверхности. Фальсификат полностью впитается в мякиш. Вот смотрите, образовывается влажность, жидкость такая выделяется. Вот это вот говорит о том, что перед нами фальсификат. Ещё Алексей советует перед покупкой мёда обязательно его попробовать. От качественного продукта запершит в горле. Если мы говорим о фальсификате, как правило, это сладкий, переслащённый, с какими-то непонятными нотами. И, конечно, помним, что кроме приторности в фальсификат не оставит у нас ничего. Першение в горле не будет. Не лишним, по словам, эксперта будет проверить, из какого материала сделаны ульи. Эту информацию указывают в паспорте пасечника. Он должен быть у любого продавца мёда. Покупатели вправе его спросить. Документ выдают в ветеринарной станции после проверки мёда. В подлинном паспорте с печатью и номером должны стоять дата и место сбора конкретного сорта мёда. И обязательно информация о здоровье самих пчёл.